Солиста Исаян Алина Витальевна, Кематон Работач. Особенности перевода музейного пикетажа на материале Музея истории подлодных сил России имени Малинеска. Итоговая оценка выпускной работы отлично. В ходе работы над длинной лицензией отмечено следующее достоинство. Актуальность данного исследования обусловлена современным состоянием музейной сферы и проблемой привлечения иностранных посетителей в Музее военно-исторической направленности России, которые часто не имеют иностранного языкового сопровождения. Автор работы правильно определив роль музейного пикетажа в обеспечении диалога между музеем и иностранным посетителем выявил языковые особенности пикеток, а также особенности пунктуации географического оформления подписей к экспонатам, которые необходимо учитывать при переводе. В результате анализа и систематизации 569 этикеток, из которых 471 отнесена автором к описательному типу, а 98 к информативному, был сделан вывод о том, что Музей истории подлодных сил России имеет этикетаж, нацеленный в целом на сообщение основной базовой информации об экспонате. Дальность данного вывода подтверждается необходимостью расположить богатую экспозицию на маленьких музейных площадях. Алина Исаян, указав на краткость простоту и единообразие стилей этикеток, выявила содержащиеся в ней разнообразие лексики, военно-исторической тематики и провела разделение этикеток на 11 тематических групп. В каждой группе автор работы выделил особенности перевода текста на английский язык и проиллюстрировал это примером. В результате выявлены особенности перевода названий кораблей и подводных лодок, государственных организаций и учебных заведений, названий орденов и медалей, воинских должностей, приборов, элементов военной формы одежды. Приложение свидетельствует о глубине изучения требований к текстам музейных материалов. Отмеченные недостатки. Первое. Затронутые в работе проблемы взаимодействия музеев различных стран и требования, выдвигаемые пятикентажем в иностранных музеях, освещены недостаточно детально. Второе. Информацию в приложении в правилах оформления этикеток логичнее было вставить в главу номер один. В заключении. Несмотря на указанные недочеты, работа выполнена на высоком уровне, отличается глубиной проработки темы и заслуживает оценки отлично. А ее автор заслуживает присвоения квалификации специалиста по специальности. Перевод и перевода вебинар. Спасибо. Спасибо, Владимир Владимирович. Спасибо большое.